Депутат Госдумы 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 Вообще там офицеров то призвали То еще у меня служил Они давно уволились И мужиков призвали Они формируют сейчас Развед бат И стрелковый батальон И стараются Чему-то научить людей Мне тут показухи не надо Мне бегать нигде не надо Я постоял Посмотрел Мне предельно ясно Кто чем занимается Кто как дышит Да когда ты с людьми общаешься, то вот этот вот, наверное, настрой такой, да, такой, такой основательный. Ты что такой думаешь, товарищ Генел, ну мы все будет нормально, сделаем. Что ж, страна позвала, значит, нас защищать. И для меня, конечно, на душе вот где-то, ну, отлегло немножко, потому что у меня были сомнения, что не все так здорово. Да, есть проблемы, есть там какой-то мизерный процент, там, ну, пришли люди уже сильно зависимы от алкоголя. И уже понятно, что будет все, что угодно делать, здесь будет шары залить, я извиняюсь, чтобы его не назовешь. Там есть такие проблемы, и мы вчера с военкомом переговорили, с Юрием Николаевичем Шуваловым, я думаю, он сейчас моментально на это отреагирует, и мы их просто поменяем. Да и люди, которые в строю стоят, они сами говорят, мы, говорит, с ними не хотим в бой идти, потому что, ну, что это, ну, это же несерьезно, да. Смысл занимать пустую клетку для того, чтобы не иметь никакого результата, он подведет в любой момент. Нам пьяные там, никто никогда в пьяный бой не ходит, и когда говорят, а вот нарковский 100 грамм, все вспоминают. Я вас умоляю, их пили после боя. И никогда перед боем никто их не употреблял, никто ее там под шофе в атаку не бегал. Это глупость, потому что там, наоборот, вся концентрация тебя для того, чтобы противника поразить и самому остаться живым. Это крайне серьезная тема, поэтому сейчас вообще контингент в основе своей, практически весь, нормальные люди. Нормальные взрослые мужики, те, которым разговаривать приятно. То есть он понимает, о чем идет речь, он понимает, для чего он идет. Он жестко настроен и молодцы. Ничего сказать не могу. Поэтому мобилизация, она не бывает без огрехов. Сейчас уже рассказывать, что плохо, что хорошо, я с федеральных каналов про это рассказывал. Причем довольно-таки жестко. Может быть, не всем это нравилось, но тем не менее выводы сделаны. Сейчас потихонечку начинается набираться цифровая база всех мобилизована. Потому что у нас все осталось по старинке, картотека так называемая. Ну, конечно, там призвали, ой, вы призвали не того. Так он, ну что, встал 15 лет назад, у него ни семьи не было, ни троих детей, у него нога бы не была сломана, ну и так далее, и тому подобное. Другой вопрос, что у каждого в военном билете на последней странице написано, что в случае мобилизации в течение двух недель должен прийти сам в военкомат и уточнить данные. Ну, представляете, какой вал придет в военкомат и будет уточнить, они там с ума сойдут, правда, да? Поэтому без огорев не обошлось. Где-то лучше, где-то хуже, но я вам так скажу, я знаю ситуацию по другим регионам, у нас в Забайкале, откровенно, очень даже неплохо. Вот, здесь еще 33-й момент. Сейчас вопрос по семьям мобилизованных. Вот сейчас Ирина Сергеевна Ищеглова поручили там курировать семьи мобилизованных. Да, дрова, все остальное. Я еще не видел, мне причем об этом Юлия Скоролякова сказала, мы только приехали, с молодежью встречались. Я к ней очень с уважением к ней отношусь, но там что-то нужен такой железной рукой в этом деле, очень сильно. Она, конечно, женщина крайне волевая и такая, системная, наверное. Ну, там-то надо с хорошей дубиной гонять кого-то. Конечно, сейчас главы были, вот я встречался с тремя главами, они говорят, там, проблема существует. Если за прошлогодний налет, еще людям деньги не выплатили. Причем, непонятно почему, но это отдельно будем разбираться. По той простой причине, что, ну, как-то вот на пожаре 19-го года мы все выплатили моментально. Кто помнит эту тему, да, к примеру? Там все это не только деньги. Мы, в принципе, нам было 1 ноября все восстановить. Мы 1 ноября все восстановили, отчитались. И я вот, я заезжаю на эти восстановленные стоянки, я с людьми общаюсь, исследую, давай заскочим. Там, к одному, ко второму, как дела, нормально там. Я, правда, с ними ругаюсь, потому что, говорю, у тебя до пожара 100 коров было, сейчас 100 коров. Тебе построили хоробы для этих коров после колхоза, да? А у тебя до сих пор 100, почему не 200? Мне хватат, я тебе дам, хватат. Надо брать и развиваться. Ну, так-нибудь сподвигаем иногда. Потому что у него все есть, земля есть, там, все это в наличии имеется. Причем у нас в последние годы с кормами проблем особо нет. Посмотрите, влаги хватает, этого сена, вот сейчас едешь, все в сене. То есть, проблемы не существуют. Сейчас опять будут в Якутию продавать за хорошую цену, скорее всего. Ну, такие моменты. То есть, в районах везде по-разному. В одном, в одном, в другом, в другом. Ну, и люди во всем нуждаются. Но самое главное, информационный вакуум, который надо что-то решать. Так не бывает. У нас все-таки из Абайкальской краи ни одной части состоит. Там, Петровского завода, Борзи, Чернышевска, Шилки, Могоч. У нас еще, у нас 360-тысячный живет в краевом центре. Остальные-то у нас живут на всей земле. И если люди вообще понятия не имеют, что творится в крае, я вообще, ну, не знаю, так нельзя. То есть, эту проблему надо решать. Причем, мы и на федеральном универе сейчас полезем. Потому что с Ростелековым будем разговаривать. Ну, не поймет, озвучим в воскресном вечере. Тогда будет все намного веселее. Сразу все зашевелится, я вас уверяю. Там реакция моментальная идет. Кто знает, о чем идет речь. Поэтому все равно добьемся своего. Андрей Викторович, есть ли понимание сегодня, как себя чувствуют жители теперь уже официально Российской Федерации? Речь про жителей Запорожской, Херсонской области, ДНР, ЛНР. Почему, спрашиваю. Вопрос в нашу редакцию от Забайкальца поступил. Прямо вот его зачитаю. В Херсонской области осталась старая бабушка и сестра. Можно ли перевезти их на постоянное место жительства Забайкалья? Реально ли это сейчас? Свободно. Если необходимо, пускай на меня выйдут. Там сейчас Игорь Костюкович, депутат Госдумы. Они с молодежкой, с народным фронтом, именно по Херсону работают. Я на него уведу. Там поднимут, отвезут, посадят и поедут. Но если есть, в этом конечно необходимость. Хотя сегодня, в чем беда Херсонской области? Мы держим тут рубеж обороны, которая есть. Очень неплохо. Причем там воины моей армии, 58-й, которая командовала. Я знаю всех, да и всех там знаю вообще. Они нормально, достойно там обороняются. Причем намолотили этих бедных хохлов, честно говоря. Потому что очень пресечное количество. Но они их лечат сейчас пожилым кварталом. Причем лечат без разбора. И для них, те, кто остался в Херсонской области, это уже не их люди. Они их просто уничтожают. И когда глава Херсонской области обратился, что желательно с тех мест, где стреляют, отъехать. Ну давайте, если необходимо, мы это моментально решим. Причем за час. Это не проблема. Спасибо большое. Массированные удары по критической инфраструктуре врага принесли желаемые результаты? Или как вы считаете, что большой вот этот прицельный огонь все-таки еще впереди? Я думаю, впереди. Значит, давайте так, ну посмотреть, что получилось. Мы за двое суток разнесли 30% энергетики Украины. Причем сейчас не работает Запорожская АЭС, не работает Новокаховская АЭС. Мы отжали там часть генерации, то, что касается Донецкой и Луганской республики. Харьков практически вообще без света сидит. Да, президент вчера сказал, пока хватит. Ребята, если вы хотите дальше или вы идете на наши условия, сейчас будет пауза. В любом варианте, ну политическая. При необходимости мы как раз ракет подкупим. Сейчас заводы подработают. Вот, если необходимо дальше, мы полностью обесточим Украину. Практически это будет парализованная страна. Уже через неделю, 10 суток, я вас умоляю, что начнется. Все без тепла, без энергии, без всего, без пятого, без десятого. Мало того, что предприятие встанет, достанет все. Вода, канализация, что угодно. Все. А что такое многомиллионный город без воды, канализации и без света? Они дерьмом заплывут на пятые сутки по полной программе. Дальше начнется инфекция, ну и так далее, и тому подобное. Вот что. Поэтому этого не надо бояться. Не надо этого бояться. Не понимаете, получите. Нам главное сейчас сохранить своих людей. Сегодня, когда идет мобилизация, и когда мне говорят, ну вот, мобилизация как-то повлияла. Повлияла на сегодня. Повлияла. Почему? Потому что мы из тех, кто недавно уволился, имеет боевый опыт, вообще нормальных таких, кто что-то где-то воевал, мы восполнили текущий временный некомплект. Текущий некомплект – это ваканты в тех частях, которые сегодня воюют. Временный некомплект – это когда люди в штате стоят, но сегодня они там раненые, болеют, еще просто отсутствуют. Мы туда подали люди. Есть возможность передохнуть. Вот. Они уже влились в строй. Они встали в строй. Я вас уверяю, когда говорят, ну, они же вот там давно не воевали, или они там не по опыту имеют. Я вас умоляю, на войне учатся за сутки. Ну, жизнь подсказывает. Там, в общем, просто все. Или ты, или тебя. Им даже проще сегодня, чем на фермеровым частях. Потому что они уже встали с теми, кто уже воевал. Они там моментально, ну, обоснуются, и, в принципе, в строй проблемы не существует. Международные говорят, а вот контрактники, а вот мобилизованные добровольцы, сегодня все едины. Сегодня все едины. С одинаковыми правами, выплатами и так далее, и тому подобное. Сегодня уже у нас нет контрактников, нету там добровольцев. У нас есть все, кто сегодня мобилизован, стоит в строю. Сегодня 300 тысяч, мне говорят, хватит или не хватит? Я считаю, даже с избытком на сегодняшний день. Если натовские войска не залезут на территорию Украины. Если не залезут, другой вопрос. Если не залезут, вполне сегодня это хватит для того, чтобы мы уже стабилизировали фронт. Там проблемы не существуют. Сегодня там, понятно, в районе Донецка работают музыканты, плюс 42-я дивизия, они неплохо идут вперед. 58-м армии. Сегодня, я так предполагаю, что нам необходимо нормально сформировать части. Нам еще технику надо поставить. У нас все больше раздобой. Если раньше были дивизии сокращенного состава, людей приняли, на месте отзанимались, ушли. Сейчас этого нет. Сейчас все равно формируемое. И даже если техника будет поставляться туда, уже в районы боевого предзначения, то и там проводить боевое слаживание. Прямо на месте. Это вполне нормальное явление. Наверное, так даже лучше делать. Я с вами общаюсь. Даже те, кто пришли на ТНК, ВНК, мы метально прилетели. Мой командир еще, когда я служил, помоложе было. Сегодня уже серьезно на должности я говорю, товарищ командующий, я своих оттянул. Экипажи танков сейчас работают, экипажи БМП работают, артиллеристы отдельно занимаются. Пехоту, в принципе, мы три дня отстреляли, посмотрели, кто что может. Первых уже в окопы поставили. Сейчас вот этих добьем, этих поставим. Там люди по-другому мыслят. Ему надо задачу выполнить. И он понимает, что он должен поставить тех в строй, которые в состоянии задачу выполнить. Они их там готовят, чего бы то ни стоило. Прямо на месте. Это нормальный подход, я считаю, и он себя оправдает. В одном из своих недавних интервью вы сказали, что с мобилизацией в стране, мягко скажем, опоздали. Считаете, нужно было сделать это еще летом? Надо было еще, когда мы Киев брали тогда. Тогда мы бы уже были с Киевом, честно говоря. Но было принято решение. Сейчас, понимаете, если бы ДКБ не надо. Это уже прошли. Это не более, чем исходные данные для принятия решений. Сегодня есть мобилизация, мы понимаем дальнейшие. Мне говорят, а мы куда ударим? Я говорю, ребята, я вам точно никогда не расскажу, куда мы что ударим. Это вообще никто знать не будет. Это только полудурок Зеленский анонсирует какие-то крутые выступления на Херсонском направлении. Правильно, да? Ну, на Криворожском, честно говоря. Причем они там бились-бились. Да, мы отошли на 20-40 километров. Но мы им такую щеку устроили там. Просто перемолотили. И та бригада 126-я, которая была, в принципе, на себя на удар, приняла. Да, ей пришлось нелегко. Да, сегодня она отошла во 2-го числа до восстановления боеспособности. Но пацаны-то герои, надо признать. И ничего у них там не получилось. Причем они там народу переколотили. Но они не жалеют, понятно. Понятно, что они взяли наш приказ 227-й, Иосиф Виссарионович, переложили на себя, поставили загранотряды. Причем там уже целая система. Если ты там сдался в плен, там сразу репрессируется семья. И это они знают об этом. Ну, есть такая тема. Вы еще не забудьте, что там галим хохлы-хохлы, а там воюют русские. Русские воюют. Русские воюют с русским. Вот это правда галимая. Что этим воевать умеешь, что тебе хрен сломишь. Это же не арабов гонять по пустыне. Так-то можно что-то сравнить. Поэтому есть то, что есть. Нормально выполняют задачи сегодня, вполне достойно. Я считаю, что и промышленность нас потихонечку, не потому что потихонечку, а громадными шагами идет вперед. У нас выпуск промышленности, оборонной продукции увеличился от 4 до 18 раз. Даже наш 103-й бронетанковый завод, мы еще с Вадимом Сарденовым, с директором завода, в прошлом году, говорит, мне бы танки, мне бы танки. Сейчас ему столько их напихали. И в принципе, я с ними походил, с людьми поговорил. Даже собрали, говорят, какой клуб, давай в цеху соберем, да и вопросы, что-то я людям скажу нормально. Они говорят, мы сделаем. То есть вариантов нет. Они пока в две смены работают, ну, можно сказать, две с половиной. Сейчас вопрос следующий буквально. Сейчас все говорят, что по трудовому кодусу переработка не больше 120 часов. А у нас люди ушли. У нас люди ушли с разрезов, у нас люди ушли с заводов. Причем мужики говорят, да мы готовы работать с верховочной. За это платят, это не бесплатно. Мы готовы, но мы ограничены. Вот эти 120 тысяч часами. Мы сейчас приедем в Москву, мы первое, что сделаем, эту норму, скорее всего, будем душить. Хочет человек, не надо никого насильно. Хочет, не хочет, пожалуйста. Если он хочет, пускай работает, зарабатывает. Почему мы должны ему палки в колеса составлять? Тем более, когда сегодня люди ушли на фронт, и специалистов не хватает. К этому придем еще. Это можно сделать быстро? Можно. Можно. Но вы посмотрите, как сейчас законы принимаются. Сейчас круглые сутки работают. Пришел закон по ответственности, помните, да, по нашей? По военной. Там двое суток не спали, все, выдали его, и все нормально. Все как положено, без всяких там упрощений. Все как положено согласовать со всеми. Все согласования, все юристы проверили, все комитеты прошло. Там довольно-таки жесткая система в этом вопросе. Там просто так ничего не пролетит. Давайте подведем некую такую черту под вот этими возможными волнами, не волнами, да наборами. Слушайте, давайте мы подойдем первую черту, что, во-первых, процесс не быстрый. Во-вторых, кто бы там что ни въезжал, 25% в территорию у нас, Украины. Третье. Наши войска сегодня себя чувствуют более чем уверены. Четвертое. Наша экономика выдержала удар. И мы, давайте уж правду говорить, по сравнению со всеми остальными, с тем западом и теми демократией, на которые мы их смотрели как на Бога, которые сегодня провалились, мы себя чувствуем довольно-таки достойно. Будет тяжелее, может быть, будет. Будет еще где-то что-то, все может быть. Вариант у нас один, победить. И вы знаете, и по настрою в войсках сегодня, и по настрою тех мобилизованных. Да вообще, даже молодежь сейчас разговаривал, победим, без вариантов. В самом начале нашей беседы вы уже сказали, что в регионе буквально накануне был создан единый штаб помощи мобилизованным, в большей степени, конечно, их семьям. Как считаете, правильное решение, потянут ли нагрузку все-таки главы сел, деревень? Я же тоже сказал, что Ида Сергеевна по этому вопросу занимается, но, честно говоря, это не женское дело. Ну, решили так, бог с ним, пускай будет, если они не решили. Вот, но этот штаб, нужно четко понимать механизм. Мы хотим обеспечить дровами. Ну, хорошо, я приехал, например, глава Давенда говорит, Могуч, вы не переживайте, я со своими коммерсантами переговорил, они уже всем нашим мобилизованным дрова привезли. Сейчас разговариваю, у меня три главы района было. Вот, они говорят, в принципе, здесь решаемо, здесь не решаемо. Помогите с углем. Ну, с сыношками переговорили, говорит, я уже письмо подписал на 200 тонн. Говорю, Жора, 200 тонн это ни о чем. Если брать надо, где-то на 500 минимум хотя бы, для того, чтобы разогнать. Вот, он говорит, ну ладно, пускай мне сейчас подпишут в Москву, и я, говорит, отдам. 200 тонн, три вагона, да, по сути своей. А ведь что, надо перевести? Понятно, что уголь отдать, надо же какие-то деньги еще перевести его. Вот, с ртуи. Ну, на ртуи не выходило, я сейчас буду в Москве, у нас, вот, есть глава подразделения Верховцев. Это наш бывший военный генерал-полковник, начальник 19-го ГУМО. Это его подвед, здесь сидит полностью, в Краснокаменске. Мы с ним переговорили, я думаю, и ртуи тоже даст угля. Единственное вопрос, как доставить. Про это будем разговаривать. Там глава электрозавода был, говорит, у меня, говорит, заявки на сено. Я, говорит, сено вывожу. Ну, то есть, мужики уехали на войну, а девчонки остались. Помочь сено, говорит, вывозим, это делаем. То есть, в принципе, главы-то все включились сильно. Надо, чтобы наше региональное правительство еще на землю опустилось до конца, и тогда все будет нормально. Спасибо большое. Я напомню о мобилизации, задачах фронта и не менее важных задачах, которые сегодня нужно решать здесь, в тылу. Мы говорили с депутатом Госдумы, генерал-лейтенантом Андреем Викторовичем Гурулевым. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова